Нихао, леди и джентльмены! Интернет-портал bestandroid.com.au предлагает вашему вниманию видеообзор нового телефона от компании Bidov и называется эта моделька X12 Стоит отметить, что компания Bidov это новый игрок на рынке мобильной техники особенно на рынке китайской техники и каждый из производителей, каждая из компаний, включая эту, пытается завоевать своего покупателя и сейчас мы посмотрим, как это делает именно эта компания и как они стараются завоевать любой своих возможных потенциальных покупателей со своей первой моделью первой моделью, это X12 модель на процессоре, на платформе MediaTek MTK6577 и начнем мы, как всегда, с комплектации этого телефончика, поставляются они вот в такой вот коробочке идет название, логотип компании она немножко стилизована, какие-то кристаллики у нас голубого цвета идет у нас пиктограмма андроида сразу видно, что работает телефон под андроидом здесь андроид 4.0 стоит Work Hello Live Play то есть с этим телефоном можно сделать фактически все и модель, маркировка модели X12 в обзоре у нас представлена она в белом цвете но есть также они и черные основные характеристики, что может этот телефон здесь у нас дуал камера, дуал сим WCDMA, GPS есть Wi-Fi у нас с поддержкой сетей N поколения проигрывание в Full HD, запись и проигрывание как я и сказал, ну и определение местоположения с помощью GPS и GLONASS но насколько это точно, это все надо будет смотреть и непосредственно по характеристикам телефона в комплект кроме самого аппарата, который идет вот в таком вот у нас специальном кармашке входит инструкция инструкция сейчас мы откроем, посмотрим если здесь английский язык но как показывает практика, инструкции таким телефоном они не нужны так как есть общая инструкция для андроид 4.0, она в принципе и подойдет гарантийный талон китайский и небольшой мануальчик пользования, опять же, только на китайском языке далее в комплекте у нас идет бампер причем под цвет телефона, есть у нас белый аппарат и бампер соответственно тоже такой прозрачно-белый идет блок питания на нашей розетке таким образом он выглядит далее идет в комплектации USB кабель классический мини-USB кабель который служит для зарядки и для передачи данных через компьютер на телефон и обратно стереогарнитура обычная, только тут вот что интересно вот у этого производителя в X12 модельке идет наушники-затычки то есть достаточно уникальная штуковина и дополнительный аккумулятор дополнительный аккумулятор также идет он на 1750 мАч и защитная пленка, защитная пленка у нас уже в этом случае наклеена на телефон но они идут в комплекте тоже и перейдем к внешнему виду то есть не только комплектации хотел нас производитель завлечь но и крутым достаточно внешним видом честно вам хочу сказать, что это наверное первый телефон который можно назвать не унисекс, а именно женским я имею ввиду телефон именно в белом цвете потому что здесь ориентирование на прекрасную половину человечества прослеживается во всем, начиная от внешнего вида это белый цвет, качественный пластик, глянцевый который в принципе оставляет отпечатки которые видно только под каким-то углом если в обычном углеобзоре смотреть то отпечатков не видно и конечно же это металлические вставки в этом случае они такого розового цвета даже вокруг камеры есть небольшая такая вставочка металлическая смотрится круто и здесь не только внешний вид женский но и можно сказать и оболочка этого телефона как мы видим все ручки четвертого андроида они стилизованы например камера вот у нас такой кружочек ну видно что это камера нотка нарисована если мы хотим зайти в музыку прослушать какие-то треки и каждый ручок меню имеет вот такую вот рамочку свою все в таких розовых тонах то есть действительно телефон ориентирован на прекрасную половину человечества ну и теперь поближе к внешнему виду в верхней части телефона у нас здесь присутствует два датчика датчик освещенности подстраивает яркость дисплея под нагружающую среду и датчик блокировки экрана также здесь у нас есть индикатор сообщения индикатор заряда когда садится батарейка горит красненьким когда приходит сообщение горит зелененьким то есть такая вспомогательная штука за металлическая решетка у нас находится внутренний динамик решеточка защищает от пыли от влаги в принципе чтобы он не загрязнился и конечно же фронтальная камера которая используется для видеозвонков и для просто автопортретов внизу три сенсорные кнопочки стандартный андроидовский кнопка контекстного меню клавиша домой и кнопка назад что касается верхней части телефона то здесь у нас кнопка блокировки экрана а также выключение аппарата кнопка питания выход аудио выход 3,5 мм мини джек подойдут любые стандартные наушники сюда на левой части качелька регулировки громкости она достаточно утоплена в корпус то есть чтобы отрегулировать громкость достаточно надо будет сильно нажимать нижней части никаких функциональных разъемов или кнопок и в правой части телефона мы видим у нас за заглушкой такой вот пластиковой выход micro usb для подключения телефона к компьютеру его зарядки это в принципе наверное единственный аппарат который имеет заглушечку которая защищает от пыли опять же от загрязнения очень дополнительный такой аксессуарчик прикольненький что касается задней части телефона то за металлической опять же решеткой мы видим внешний динамик откуда она сыграет музыка звонок нашего любимого будильника и так далее и блок камеры камера 8 мегапиксельная металлическая вставка с таким вот розовым ободком и светодиодная вспышка очень интересно здесь снимается задняя крышка непосредственно она не как на многих телефонах такая здоровая на всю заднюю часть аппарата она только процентов 80 задней крышки задней части аппарата занимает и вот таким вот образом выглядит телефон у нас под ней батарейка 1750 мАч и две сим карточки 7172 а также посередине TF карточки это карточки microSD для того чтобы расширить внутреннюю память телефона крышка держится на большом количестве пазиков так вот плотно закрывается и по мнению многих людей такое решение крышки когда не целиком корпус а вот именно часть как было например на телефоне star b79 тоже на китайском аппарате более практичное такое решение по внешнему виду телефон очень сильно напоминает возможно вы даже удивились аппарат который называется зоба zp500 ну это у меня непосредственно зоба zp500 плюс но по внешнему виду вот особенно если взглянуть на верхнюю часть такие же абсолютно датчики размер дисплея такой же 4 дюйма диагональ имеется в виду нижние кнопки также расположены задняя часть очень похожа у этих телефонов в принципе аппараты близки близки по внешнему виду единственное что у зоба дизайн более такой сдержанный без дополнительных каких-то наворотов здесь же и цветом играются здесь же и цвет выделяется и какие-то дополнительные функциональные штучки вот например даже кнопка регулировки громкости здесь на x12 видов есть плюсик минус то есть ее видно а на зоба просто отдельно такая вот у нас кнопка двойная по размеру они идентичны единственное что телефон от компании бедов он немножко выше то есть где-то на полтора миллиметра он по размеру выше это именно за счет того что нижний блок функциональных клавиш сенсорных у телефона бедов он расширен то есть будет удобнее нажимать пальцем нижняя часть она немножко пошире и также существует у нас телефон в черном цвете это сугубо мужской вариант если вкратце взглянуть на него то отличия по внешнему виду только в цвете нет этих вот ставок также используется металл сборки корпуса но здесь вот видно если тот темно-серый цвет также крепится задняя крышка тоже глянцевая но на черном конечно отпечатки видно лучше и что касается оформления оно здесь не такое девчачье оформление здесь стандартное четвертого андроида то есть серверки стандартные под четвертый андроид как на обычном телефоне как мы видим это реально два телефона женский и мужской женский и мужской варианты ну и конечно же бампер бампер к черному телефону идет вот тоже такой вот у нас темного цвета темно-прозрачный одевается таким образом очень интересно смотрится идет как подушечками такими рифлены небольшой бамперок есть отверстие для usb для наушников подчерка регулировки громкости открыта то есть управлять телефоном удобно когда вы носите его вот в этом вот бампере он идет в комплекте в магазине bestandroid.com.ua поэтому при покупке обязательно спросите про бамперок чтоб вам его положили если вдруг забудут итак это телефон в черном цвете и аппарат в белом цвете ну и конечно многим интересна вот сама эта платформа MediaTek MTK6577 на которой работает телефон на четвертом андроиде какие он показывает характеристики это можно очень просто посмотреть с помощью программы intuitive benchmark я уже установил эту программку вот она и уже провел тест результаты теста результаты тестирования через эту программку телефон набрал 5129 баллов в принципе это абсолютно классный показатель и телефоны на MediaTek MTK6577 показывают порядка под 500 до 5400 баллов то есть это средний нормальный результат особо выделяется что вот выше всяких похвал это CPU центральный процессор 1533 балла и также работа числыми сплавающими точками 1157 баллов перерывная память 973 балла то есть результаты теста хорошие и через эту же программку не то что написано на кропке а реальные характеристики мы посмотрим этого телефона мы видим модель телефона X12 производитель CPU MediaTek 6577 dual-core ARMv7 архитектура процессора каждый процессор работает с частотой 1001 МГц разрешение экрана здесь 480 на 854 пикселя оно немножко меньше чем у телефона ZOPO ZP500 ну тоже как мы видим уже даже вот просто глядя на картинку она классная оперативная память 512 мегабайт по факту это 473,6 мегабайта рабочей памяти и размер SD карты здесь 2 гигабайта плюс еще почти гигабайт доступный для пользователя то есть в сумме добавив сюда зарезированного системы места получается около 4 гигабайт камера 8 мегапиксельная и Android 4.0.9 камера кстати снимает в разрешении 3264 на 2448 пикселей и если говорить о камере у нее очень много настроек есть и функция распознавания лиц есть и видеосъемка есть создание панорамных изображений и также есть у нас и функция 3D то есть можно снимать 3D объекты с помощью этой камеры то есть на самом деле камеры настроек много и снимает она очень даже неплохо для своих 8 мегапикселей вот я попробовал сфотографировать документ причем это было в достаточно темном помещении как мы видим можно прочитать даже под каким-то углом можно прочитать что здесь написано на этом текстовом документе и если опять же зайти в галерею и посмотреть что вот какие-то уличные пейзажи вот это капли дождя к сожалению дождь у нас сейчас в Киеве и вот даже видно отражение автомобилей видно даже дом то есть это капельки снят снято камерой вот этого телефона уже можно использовать как обои или печатать достаточно очень неплохо снимает камера платформа действительно мощная телефон как и все китайские телефоны на MediaTek МТК 6577 оснащены двумя сим-карточками один слот работает в сетях GSM плюс 3G WCD и мои сети то есть поддерживать сети 3G поколения 3G интернет видео связь через 3G а вторая карточка GSM также здесь есть Wi-Fi Bluetooth GPS причем это полноценный модуль это не какой-то там A-GPS это отдельный передатчик также средства передачи данных через интернет это Edge это GPRS можно тут же включить в этом меню режим полета то есть в целом подведя итог о компании бедов и о телефонах которые они выпускают хочется сказать что они на самом деле молодцы они взяли узнаваемый дизайн от компании ZOPO общей концепции этого дизайна но добавили свои элементы они разработали специально телефон для мальчиков и телефон для девочек это несомненно плюс потому что никто до этого так не поступал то есть дизайн остается узнаваемый телефоны ну по эргономичности свои очень-очень классные ну а что говорить по характеристикам аппарата то тут никаких слов нет это двухъядерный процессор это последнее поколение этих телефонов единственное что радует вот стоимость компания бедов видно она еще не заламывает стоимость так как это все-таки новые люди на рынке и стоимость телефонов очень даже приемлемая как для аппарата на двухъядерном процессоре на такой крутой платформе сенсор работает качественно быстро цвета передаются отличный можно вкратце глянуть еще углы обзора потому что бывает что углы обзора не удовлетворяет но как мы видим здесь даже при минимальном угле обзора картиночка сохраняется то есть смотрится телефоны классно именно его дисплей то есть если вы хотите на подарок его купить или себе советуем обратить свой взор вопрос именно на компанию бедов даже если у вас уже были китайские телефоны это новые люди на рынке но по ощущениям классные аппараты уже они делают и будем ждать каких-то новых телефонов от компании видов это была модель непосредственно x12 интернет портал bestandroid.com.e благодарит вас за просмотр видео также подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами всего вам доброго до свидания